Итак, друзья, это Субсистенс, наше хардкорное выживание продолжается, продолжаем с того же момента, как и закончили предыдущий выпуск. Я вот там вижу улей пчел, я так понимаю, да? Скорее всего, да. А вот здесь я только что видел зайчика. Вот он он. У нас с вами есть одна стрела, если мы аккуратно к нему подберемся и стрелим, мы сможем подстрелить его. Блин, он испугался. Все, главное, не упустить из виду. Вон он поскакал. Все, успокоился. Нам сейчас очень нужна еда, нам нужен металлолом. По-прежнему ничего не изменилось с прошлого выпуска в этом плане. Да куда же ты, зараза? Сейчас попытаемся с этой стороны зайти. Я, кажется, металлолом увидел. Оба-на. Нет, это просто грязь. Странно, такая земля, понятно. В общем, он был здесь. Пойдемте вернемся к меду. Но тут мне осенило. Нам же с вами понадобятся средства от насекомых. Да, и без... С гнилого мяса мы его с вами не получим. Лекарственный тоник это довольно-таки просто. То есть у нас с вами все на это есть. Рыбий жир и лекарственные травы. А вот гнилое мясо, ну, нам нужно его, собственно говоря, получить. Ну, соответственно, нам нужно мясо, которое испортится. В принципе, этот кролик вполне себе подойдет. Также желательно сделать тогда дополнительно... О, давайте здесь заберем. Аккуратненько. Это ягоды. Так. Съедаем. Да что ты. Нам тогда нужно сделать дополнительные стрелы. Кролика я просто не вижу. Палочки мы сейчас с вами сделаем. Я предлагаю быренько сгонять обратно до костра, докинуть в него топливо. И отправляться дальше. То есть... Сегодня планирую все-таки найти металлолом. Надеюсь, что получится. Нас с вами безумно повезло в прошлом выпуске. Мы все-таки справились с волком. Кровотечение в нужный момент остановился. Нас укусил собака. Вот. Можно глянуть. Может быть есть немножко ламинарии где-то заспаунилось. Не с этой стороны. Значит будем смотреть с той и посмотрим. Вот, накинем сейчас топливо. Ящиков не было, да? Последнее время. Все хорошо. Процесс пошел. Нет, я здесь ничего не вижу. В общем, мы с вами сейчас... Плохое место такое. Мы сейчас с вами находимся около пруда. Здесь у нас конец карты. Единственный вариант двигаться куда-то вот в этом направлении. Следовать вот эти места. Ну и просто там по пути может... Может быть то, что нам нужно. То есть металлолом. И да, какая-нибудь... Зайчики. Курочки. Мы теперь знаем, что нам нужно два куска протухшего мяса. Чтобы сделать... Репеллент от насекомых. На самом деле я не знаю, что потом с медом делать. Это может быть просто сама по себе еда. А может быть ингредиент для готовки, как вариант. Так что здесь много всяких разных рецептов. Но мы пока что ничего из этого не открыли. И оружейки у нас тоже нету. Потому что мы уперлись в гребаный металлолом. Кстати, у меня такое ощущение, что просто я нахожусь условно и там, где он спаунится. Может быть он спаунится ближе к горам. Или еще что-нибудь. Потому что здесь его совершенно нету. Я его вообще не нахожу. Но когда мы сшили с вами сюда, мы с вами собрали вот эти три штуки, которые у меня как раз есть. Слева кто-то там имеется. Мы с вами не будем туда ходить. Там, если не ошибаюсь, где-то было... Типа в волчее вот это вот логово было. Скорее всего там волк. Во, отлично. Еще одно дерево. Мы пока что питаемся в основном рыбой. Мясом. Мясом и рыбой. Там еще одно такое дерево, да? Просто мне кажется. Ладно, нормуль. Медведь. Нет, волк. Видите, здесь много камней. Может быть где-то здесь будет. Я вот вижу залежи металла везде, вот эти вот. Нет? Пожалуйста, только не сковор... Да, отлично. Он не бежит за нами. Очень все жестко. Ладно, попробуем сюда сходить. Может быть здесь повезет побольше. Тут тоже, видите, небольшое озеро. Я туда не ходил. В принципе, можно исследовать. Я думаю, что... Этот самый как его... Как называется-то, господи? Если улей от нас не убежит. Метку мы с вами еще соберем 10 раз. Самое главное это еда. Так, я вот омоление вижу. Давайте-ка стрел сделаем. Долго делается, правда. Может быть даже подстрелить получится. А с левой медведь, да? Понял тебя. Там еще и коробка. Вон он он. Кто там сп... А, это он. Я попал, но не убил. Вот тут, конечно, нехорошая встреча. Попал. Попал. Запомнил. Окей. Окей, все нормально. Нам нужно волка аккуратненько обойти. Коробка нам не достанется, я так понимаю. А вот оленя все-таки добить хотелось бы. Что у нас с вами? Три стрелы. Металлолом лежит. Он же далеко? Ну, в принципе, далеко. Ладно, к коробке подходить не будем. Потихонечку аккуратно наверх. Даже если у нас дома все потухнет, это не страшно. Вот он он. Это не он. Или он? О! Черт убег. Аккуратно. Интересно, есть ли здесь направление ветра? Я думаю, что нету. Блин, да как так-то? Ладно, нужно в туловище стрелять. Видите, он около сетки стоит. Там конец карты. То есть мы его, в принципе, неплохо загнали. Есть. 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 Недолёт. Слева волк. Неудачно немножко. Сдаём ещё. Гвозди сейчас все потратили таким образом. Спокойно. Недолёт. Волчонок, пожалуйста, только не замечай меня. С другой стороны, хорошо, что его отогнал. Мы сейчас отсюда его спокойно подстрелим. Нужно, чтобы он остановился. К луку, конечно, привыкать нужно. Что ж ты будешь делать-то, а? Сколько ж у тебя здоровья. Там ещё и медведь. Есть. Последней стрелой. Давайте аккуратненько подкрадёмся. Это, кажется, толстое дерево. С него четыре. Бривна. Три. Четвёртого уровня олень. Вон он, медведь. Надеюсь, мне хватит дистанции. Пыренько всё с него собрать. Олеша. Собрать всё. И отойти отсюда. Ну, чё, есть вариант обратно сходить тогда. Металлолом, конечно, мы с вами не собрали, но... Вот так вот. Может, по пути обратно что-то соберём. Нам нужно еды пожарить. Да, нужно идти домой. И руки помыть нужно. Ой, кролик. А у меня стрел нету, да? Все гвозди засандалили. Все. Ну, ладно, нам сейчас, в принципе, это не важно. Помыть руки, окей. Ну-ка, а здесь ламинария нету? Нормальный такой пруд же. Не, нету. Ладно, плывём на ту сторону аккуратно, чтобы на медведей не нарваться. Вон там трава нам нужная, в принципе. Но у нас вроде её довольно-таки много. Десять штук. Ну, ладно, ладно, соберём. Много не бывает, потому что она заканчивается. Если её не собирать. А если там всё потухло, и нам придётся опять делать топливо, разводить всё это дело. Ну, сами понимаете. Потом будем жалеть. Древесины 31 мало. Надо рубить. Окей. Слева волк. Не заметил. Давай, Баренька. Есть личинка, уходим. Хотя ж нельзя добыть просто так, да? Можно. Я думал, только киркой. Так просто мало урона наносим. Медная руда. Я думаю, мало собрали просто. Киркой было бы больше. Я куда смотрю? Ага, мне налево. Ой, ладно, плевать. Курица. Было бы хорошо, если бы мы так немножечко хотя бы ещё прокачивались. В том плане, что... Чуть хотя бы быстрее становились. Сильнее там. Ну, что-то типа того. А, плевать на тебя. Я там запутался, мог схватить. Ну, лоханулся. Коробка, которую я не могу вскрыть. Разбить. Нет. А отмычек я вроде не могу нигде сделать. Я их здесь не вижу, нет. Ладно, плевать. Потом разберёмся. Если не ошибаюсь, отмычки, они... Достаются откуда-то из коробок. Кстати, топорик начал ломаться. Так. Левее. Тут, видите, вот, например, металл. Белый. Это уже железо, да? Это не металлолом. Металлоломом это не станет. Да, это железная руда. Металлолом отдельно просто так валяться должен. Либо в коробках находиться. По-другому никак. Ну, в общем, в луте в каком-то. Его можно найти. Там слева волк и медведь. Я его, на самом деле, очень много находил просто так валяющимся. Раньше. Но не в этом выживание. Мы почти на месте. Интересно, здесь еще какие-то коробки будут? Нет? У меня все, выносливости нет. Нифига. Потому что нет еды, да? Угу. Я думаю, что из-за ленины протухшее мясо я делать не буду. Сейчас думаю, как лучше всего к дому подойти. Коробка. Это хорошая коробка. О, гвозди. Как раз вечереет. Сейчас мы там с вами все разожгем. Ой, блин, ты меня что пугаешь так? Это от голодухи. Пожарим оленятину. Порыбачим. Все будет нормально. Вон еще олень. Стрелять нечем. Плавает, зараза. Надо запомнить. Слушай, у меня такое ощущение, что он там застопрился. Нет, нет, нет. Выбрался. У меня вообще такой бессил. Тынц, тынц, тынц. Просто по тебе не видно. Нам нужно сделать с вами вот это вот. Коробка не заспаунилась, нет? О, медведи исчезли. Они туда ушли левее. У нас есть драган. То есть мы можем в будущем сделать... Что такое? Картофель, да? Классно. Съедаем картофель с вами. Дальше. Рожек сюда зажигаем. Из тебя. Ну да, можно просто съесть. Можно пожарить. Пока что ничего не можем сделать особое. Ладно, значит просто жарим. Древесину соберем. Надо рыбачить. И отъедаться. Самое главное, еды притащили. Во, нормально. Стейк приготовленный. Кушаем, кушаем. Неплохо. Вот это вот неплохо. Так, что у меня происходит? Веревки готовы, все готово. Раз, два, три. И сейчас будем рыбачить. Ну я буду рыбачить ночью, потому что что вы? Вы там ничего не увидите. Для вас кромешная тьма будет. Тем более, Ютуб еще темнее делает. Сейчас порыбачу, посмотрим, что поймаю. Первая пошла. Мелкая, понятно. Мне кажется, это покрупнее. Это хорошее. Отлично. Сегодня ночью хорошо клюет. Быстро. Я думал полночи здесь просижу. В принципе, есть вариант сгонять до острова. Давайте посмотрим, что происходит. Может, все обновилось. А это окунь, да? Окунь. Ладно, погнали. Значит, ты сюда. Окушок сюда. Это нам нужно разделать на филе. Все, жарим. Это готово. То есть, это можно спокойненько забирать. Здесь как дела? Среднее? Нет, это еще может поджариться. Июнь. Отлично. Я думаю, что вот это съедаем с вами. И все, вот это оставим. Ну, в общем, с мясом, с протеинами у нас все шикарно. Но только одним протеином питаться нельзя. Я решил все-таки не терять время и сплавать сюда. Холодно, конечно, но ладно. Не страшно. Сейчас уже расцветет. Все будет нормальненько. Давай выползать отсюда. 8 градусов. Он потихонечку теплеет. Давай съедаем. Посмотрим, что здесь есть. Самое главное, что здесь нет хищников. Можно порубить сейчас по-тихому, по-баренькому. Сюда. А все расцветает, отлично. Ничего интересного. Только древесина, немножко травы. Волокна. Плывем с вами вот туда. Коробку хорошо спрятали. Опа, еще металлолом. Пятый. Еще одна единица. Кроли, да где ты? Ну вот. Не видать протухшего мяса, да? Михаил Потапыч. Ну, вроде тепло. 11 градусов мы не замерзаем. Нормально. Можно ходить по такой погоде. Я решил не терять время и прогуляться. И я правильно сделал. Мы с вами прямо рядом с нашим домом. Вот оно. Шестая единица. Ну, нам нужно гораздо больше, честно говоря. Это нам сейчас нужно только для того, чтобы поставить у себя на стенке вот этот, как там называется-то, господи. Командный блок. Но командный блок позволит нам уже более продвинутые вещи крафтить. При помощи него все остальное там делается. Так что это очень важная штука. Ладненько. Я, честно говоря, не думал, что это так много времени займет, что это просто займет какое-то безумное количество времени. Где-то здесь только что волк был. Так что нужно быть очень аккуратным. Я хочу забрать волокно. Волк был прямо рядышком. Нормально. Гусеничка нужна для того, чтобы рыбачить. Как раз туда хотел сходить и вдруг увидел то, что нужно. Ну что? Мы просто с вами идем и крафтим создание. Эта штука размещается на стене. Любой стене. Ну, то есть... В любую сторону можно ее присобачить. И таким образом этот дом становится вашим... Вашей базой. Так это назовем. И вот, наконец-то, мы с вами этого достигли. Давайте устанавливать. Бах. Готово. Пожалуйста, база активна. Здесь-то мы с вами уже можем отмычки делать, например. Металлолом. Доски. Железные фрагменты. 18 штук. Масса и энергии. Это нам нужно с вами сделать обязательно. Где они тут находятся? Кстати, дровяная печь. Вот. Утилизатор. Утилизирует любой предмет в массу. Но ему для этого, естественно, понадобится... В смысле, здесь отмычка одна лежала? Ааа. Хорошо. То есть мы можем что-то вскрыть. Вот. Маленький генератор энергии. Нам понадобится 5 компонентов. 6 металлолома. Доски. И... Он будет генерирует, да? Будет генерирует энергию. Ну, естественно, нам еще желательно и базу расширить. Потому что у нас с вами здесь вообще беда с этим. Один фундамент и все. Ну, и крышу сделать, чтобы не под фундаментом это все жечь. Так, ладненько. Но это типа в будущем. Сейчас нам с вами желательно все-таки сходить и еще немножечко... Раздобыть себе личинок, чтобы можно было, естественно, рыбачить. Следующие несколько дней охотники начнут появляться. Вот это уже беда. Может быть и не стоило устанавливать базу. Спешить с этим. Может быть стоило сначала... Озаботиться ресурсами. Оружием. Пистолетом. Да, если мы с вами сможем убить охотника... Не, при помощи лука мы не сможем убить охотника. Это очень сложно. Но на самом деле... Это вот такое, знаете, типа тестовое выживание. Зайдет, не зайдет. Блинский. Ну что ты там... Зачем ты? Уйди. Уйди. Уйди, Миша, уйди. Слишком уж он близко. Слишком уж он близко к этой коробке. Коробка, конечно, погаски заспонилась. Нам прям очень не нужно открыть. Там может быть металлолом. И с дождем прям какая-то ерунда, да? Слишком часто дождь. Очень уж это неприятно. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Нормальная электроника. Которая нафиг не упала сейчас. В данной ситуации. Ну что? Ладно. Как пойдет, так и пойдет. Что происходит? Где мои там, не знаю, условно... Гвозди. Запертые коробки. Оп. О, вижу. Все, наконец-то дождь прекратился. Остановись. Есть. Нам нужно протухшее мясо, как вы помните. Я, честно говоря, не знаю, нужно ли нам это. Нам пока что мед не шибко сдался. Мы без меда проживем. Мед используется в рецептах для готовки. Вроде как и, может быть, лекарств каких-нибудь. Нам это сейчас не упало никак. Так, посмотрим. Может быть, здесь ламинарии есть? Я, вроде, никого не вижу особо. Блин, охотники это плохо есть. Отлично. С охотниками у нас будет беда. Ага, вот еще две. Живем. Это наша база. Мы теперь ее всегда видим. Скорее всего, это и спровоцировало появление охотников. Я думаю, так и есть. На будущее запомним. Ну, то есть, нам еще немножко не повезло в этих выпусках. То есть, с ресурсами. Я думаю, что могло бы съесть все. Могло бы быть и получше. Но сейчас мы хотя бы отъелись с вами. Вон там, наверху, на горе. Еще одно дерево нужное. У нас 44, да, древесины? Вот здесь волк. Вон песчаник, камень песчаника, да? Нет, здесь нифига нету. Больше. Сейчас мы с этой стороны аккуратненько поднимемся, срубим. Опа, привет. Коробки нужны. И эти запертые коробки тоже. Ну, хотя бы одну. Вскрыть, посмотреть. Может, оружие найдем. Очень хотелось бы. Вот металлолом. В горах здесь. Медведь. Ну, вроде тихо, спокойно. Личинку с вами получили. Давайте еще поднимемся. Может, еще металлолом где-то здесь будет. Там уже холодно на самом деле будет сейчас. Так что особо далеко забираться не нужно. Там волокно, он туда как раз приперся. Нет, ладно, плевать. О, Михал, что шел? Волокно, тиснем и уйдем тоже. Там трава. Плевать. Вот там еще одно дерево было. Где-то у нас за базой коробка была вот эта вот запертая. Но я не знаю, она уже могла задеспауниться. Вроде здесь так бесконечно-то не лежат вещи. Так что продолжаем искать. Будем надеяться, что там оружие будет. Металлолом, что ли? Нет. Нет, просто земля. Черт. Был бы здесь еще какой-нибудь торговец, я не знаю. Или еще что-то такое. Караваны какие-нибудь. Не знаю, не знаю. Как в этом самом... Seven days to die. Это, конечно, упростило бы жизнь. Гораздо. То есть тут словно есть жемчуг, там, например. Выменить жемчуг у них или еще что-то такое, да? Потому что напряжно очень. Может быть, это уровень сложности влияет, сложно сказать. Вон там еще одно дерево. Курица. Коробка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я понимаю, что волк не отпоказалось. Да ладно, плевать на курицу. Я все равно сейчас не буду протухшее мясо делать. Дессмысленно. Давай, давай, да, давай. Третье. Хе-хе-хе. Электроники сыпят просто немерено. Кстати, в них, в принципе, большое количество должно быть гвоздей. Обычно. Но не у меня. Видите, опять у меня началось... Гвозди, типа, нужны на стрелы. Нет, гвозди нет, дружище. Электронику держи, электронику не нужна. Ну, что поделать, бывает. Как-то так. Ладно. Хотя бы что-то. Еще одна коробка. Найс. Коробки поперли. Я этому рад. Здесь просто порох. Ну, порох это не просто порох. Порох это возможность... О, ягоды. Сделать патроны. Фига себе. Земляника. Пойдемте домой сгоняем. Непонятно, где ты есть. Это запертая коробка или нет рядом. Нам нужно докинуть топливо. Второго уровня 160. На самом деле он слабенький. Еще коробка. Ушел, да? Там волк. Еще коробка. Ушел, да? Ладно. Гвозди в медицинское. Ну-ну. Забавно. Интересно, у нас еще горит или нет. Не хотелось бы сейчас рожек еще один делать. Видишь, что горит. Собака потухла. Еще две коробки. Здесь где-то волк был. Давай еще металлолом. Есть. Ладно, сгодится. Короче, я не знаю, что из этого сейчас сделать. Наверное, оружие. Да, наверное, оружие. Ого. Прикольно. Давай, всплывай. Ты куда? Ну, чего? Очередная ночь. Я так понимаю, что июль заканчивается. Июнь. Июнь заканчивается. Ладно, не страшно. И мы с вами наконец-то накопили все для того, чтобы сделать пистолет. То есть нам нужно сделать раз, два, три. Сколько веревок я не посмотрел? Еще две. Хорошо. Давайте, заказываем с вами пистолет. Создаем. Мне еще нужно будет... Ну, у меня есть все. Сделать еще снасти. Первый оборвал случайно, блин. Подурости. Вот это круто. Вот это дело. Большеротый окунь. Давайте филешку. Четыре филе. Вот это круто. Я не знаю, насколько это обдуманное решение. Точнее, это вообще не обдуманное решение. Насколько это правильное решение попытаться это сделать. Сколько мне понадобится стрел? Ну, десять как минимум, наверное. Это тот самый интересный. Давайте подкрадемся. До второго уровня. 160 здоровья. Может быть, получится. Байтить его туда-сюда, да? Ладно, у меня есть семь стрел. Давайте рискнем. Мне это очень интересно. Мне это очень важно знать. Теперь я бегу вот сюда. И сажусь. То есть, он так постоянно будет делать? Сколько у меня прочности? 312. 220. Нормально. Ха-ха-ха-ха. Офигеть. Просто офигеть. Мишань, как дела, а? Ничего не жмет? Давайте разделывать. Посмотрим, что с него получим. Сухожилия, по идее, нет? Ткань. Жир. Печень. Все. Что-то как-то мало. Может быть, уровень низкий? Как вариант. Чтобы сделать молоток, нам с вами нужно еще два металлолома. Все остальное у нас с вами, в принципе, есть. Но нам нужно обязательно отремонтировать этот фундамент. Значит, трындец. Сейчас еще здесь посмотрим. Уходим. Мне, походу, хана. Не знаю, друзья, не знаю. Возможно, убежим. Просто чешем оттуда. Но это было неожиданно. Нет, я, кажется, ушел от него. Я не ушел еще. А у меня фундамент не выдержит. Да ну отстань, братан. Вон тебе, олень. Коробка здесь. Фига его. Он промазал. Он не успокоился. Нет. Черт. Да какого черта ты так пристал-то ко мне? Я очень сильно надеюсь, что он уже отстал. Фуф, фуф, фуф. Сараза такая. Обалдеть. Вот это я сейчас вляпался, да? Пойду воды скипячу. Ну ладно. У нас с вами зато появилась возможность, появилась сделать мулоточек. Делаем две доски. Все, сюда он уже не придет. Он уже далеко от создать. Ай, мне плевать. Ты что, тоже в плохом состоянии? Такое ощущение, что он какой-то разбитый, да? Мне плевать. Нет, нет. Он не разбитый, все нормально с ним. Это так. Графический глюк. Офигеть. Ушли от него. Ну, просто вот как-то, не знаю, повезло. Он где-то здесь сейчас заострял. Там коробка еще одна была. Нужно будет сейчас за ней сходить. Ну, или чуть попозднее. А для вас ничего не изменится. Это просто у меня сейчас. Мне нужно отойти. Там коробка. Вот сейчас за ней сходим. Давайте за этой сходим обязательно. Вон, наверху запертое. Забираем перья. Ага, здесь не поднимемся. Ну, посмотрим, что в запертой коробке, а? Отмышка сломается. Оружейные части, доски. Биотоплива в большом количестве. Куча всего. Ву-у-у. В общем, нам нужно обязательно делать еще отмычки и искать такие коробки. Вот такие коробки, они действительно очень крутые, они нужны. Да, мне нужно уйти, но мы с вами реально очень много сегодня сделали уже. Мы получили с вами просто безумное количество вещей. То есть, единственное, сейчас молоточек создадим. Обязательно отремонтируем фундамент. Берем, ремонтируем его. Как видите, там, конечно, да, тратится. И гвозди, и бревнышки. Но мы его полностью отремонтировали и сможем повоевать с одним из тех медведей. Но это, наверное, будем делать в следующем выпуске. На этом пока что все. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok